Благодарим Тебя за это время, молимся об особенном, помазанном времени, просим Тебя благословить наши сердца, благодарим Тебя за день, который прошел, благодарим Тебя за то, что Ты с нами был, Господи, и Ты всегда с нами во все дни, на скончание века. Мы молимся, пусть переживания этого дня останутся за пределами этой комнаты, сосредоточь нас на Сыне Твоем, и мы просим Тебя, чтобы Слово, которое мы слышали, стало действенным в нашей жизни. Сделай нас внимательными, Господи, к тому, что Ты говоришь через Своих апостолов, через Слово, через Писание во имя Иисуса Христа, помажь наши сердца и уши, Господи, Слово во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Садись, пожалуйста. Послание к Колоссянам. Мы закончили с вами первую глобу, переходим мы с вами во вторую глобу. Давайте мы для свяжения в памяти прочтем 26 стиха. Итак, Павел опять упоминает о тайне. Упоминает в Евангелии, в послании к Ефесянам он говорил о тайне, и в послании к Колоссянам тоже он говорит о тайне. Тайна – это то, что было неизвестно. Было известно только узкому кругу лиц, то есть Отцу, Сыну и Духу Святому. Ангелы знали, сомневаясь, что ангелы знали об этом. Хотя не исключаю. Они могли знать, но они никогда не видели Бога, который стал человеком, который родился в Вифлее. Итак, 26 стих. «Тайно, сокрытую от веков и родов, ныне, да и сейчас, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы. Когда Иисус был на земле и ходил со своими учениками, и его спросили о Царстве Небесном, он сказал, не придет Царство Небесное приметным образом, и не скажет он там или здесь, а вот Царство Божие среди вас, там сказано «в вас есть», но мы с вами в оригинале читаем «среди вас есть». Что такое Царство? Это Царь, который сошел на землю. И Иисус говорит, Царство Небесное не придет приметным образом, и не скажет «ух ты, вон оно или вон там», потому что Царство уже здесь, оно среди вас. «Я», говорит Иисус, «ходящий среди вас, я и есть Царство Божие». Аминь. И когда Иисус ходил со своими учениками, Он был среди своих учеников. А здесь мы видим совсем другое. Павел говорит, Христос где? Не среди вас, а внутри вас. Внутри вас. Что это такое? Это Христос живет внутри меня. И теперь не я живу, но живет во мне Христос. А что живу сейчас? Живу верою Единородного Сына Божия. Итак, Христос в нас. Упование славы, то есть надежда славы. 28 стих. «Которого», то есть Христа, мы проповедуем. Вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости. Кого научаем? Верующих в Иисуса Христа. Верующие в Иисуса Христа не должны оставаться в роддоме после того, как они приняли Иисуса Христа. Они должны обязательно быть обучаемы. Обязательно они должны дослушать проповедь. Потому что их духовный человек внутренний, у него есть голод и жажда. И он будет томиться без Слова Божьего. Ему плохо будет. Где? Где? Где вода? Где пища? Где слово? Где молоко для младенцев? Где мясо для зрелых верующих? Итак, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, София, чтобы представить всякого человека совершенным, слово совершенным, зрелым во Христе Иисусе. Зрелым во Христе Иисусе. И Павел говорит, для чего? Я и тружусь. Слово тружусь, это работаю на износ. И подвязаюсь. Слово подвязаюсь. Агони дзомаи. Я настолько отдаю все свои силы, что даже сравнимо это с агонией, когда кончаются силы. Подвязаюсь силой Его, то есть Христа, действующей во мне могущественно. Итак, Павел говорит, я обучаю, я проповедую, чтобы представить всякого человека совершенным и зрелым во Иисусе Христе. Для этого вы здесь находитесь, чтобы возрастать, чтобы становиться зрелым верующим в Иисуса Христа. Зрелый верующий в Иисуса Христа это не тот, у которого все в жизни удается. Зрелый верующий в Иисуса Христа это не тот, у которого хорошее служение. Зрелый верующий в Иисуса Христа это не тот, который может творить чудеса, петь здесь. Здесь зрелый верующий в Иисуса Христа, который укреплен во всякой премудрости, который укреплен в познании Христа, который знает, кто Он, и откуда Он, и куда Он идет, и какая власть у Него здесь есть на земле. Аминь. И иногда мы думаем, что зрелый верующий это, который ходит 20 лет в церковь. Нет, можно ходить 20 лет в церковь и оставаться младенцем. И гоняться за игрушками. И таковы их достаточно. Итак, вторая глава. Давайте мы с вами приступим ко второй главе. Итак, Павел говорит, желаю, то есть мое желание, желание моего сердца, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые владики и иерополи, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти. Павел говорит, я хочу знать, то есть я хочу, чтобы вы знали, что я подвязаюсь за вас добрым подвигом. Я хочу, чтобы вы знали, говорит Павел, что какой подвиг я имею ради вас, ради людей, которые верующих в ладики и иерополи, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти. Потому что те люди, которые читают послания, они могли не видеть лица апостола Павла, а вообще не знать его. И фотографий у него даже не было, апостола Павла. Но они знали, что этот человек, он насадил эти церкви. Второе. «Дабы утешились сердца их, то есть верующих, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения». Такой вопрос. А отчего утешились? Что их беспокоит? Отчего утешились ваши сердца? И у нас с вами была замечательная проповедь про полноту. Помните, да? Про плерову. Чтобы, Павел говорит, я хочу, ребята, чтобы вы утешились в ваших сердцах. Все, что нужно для жизни и благочестия, есть во Христе. И вы ничего, во Христе вы ничего не теряете. Если вам говорят, что вы что-то теряете, и этим самым приводят вас в беспокойство, Павел говорит, утешьтесь. Утешились ваши сердца, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения и познания тайны Бога и Отца и Христа. Первое. Утешились сердца. Как? Соединенные в любви. Для чего? Для всякого богатства совершенного разумения. Слово «разумение» еще раз вам пишу, и это не раз и не два мы писали это слово. Слово «разумение» это «сунесис». Сунесис. Для совершенного разумения, для познания, и слово «познание» – «эпигносис». «эпигносис» для познания тайны Бога и Отца и Христа. Что важно познавать? Тайны Бога, Отца и Христа. Итак, возвращаясь к гностикам, которые, чье учение стало присутствовать в церкви через определенных людей, мы с вами должны знать, о чем они говорили. Основное слово у них было «сунесис» и «фигносис», также «софия», и самое основное слово – это «плерома». «Плерома». «Полнота». Что же они подразумевали под словом «полнота»? Итак, «полнота» – это, с точки зрения гностиков, совокупность небесных духовных сущностей. Совокупность небесных духовных сущностей. Так называемых эонов. Так называемых эонов, или мы с вами их назвали имманацией. Небесные сущности. Что такое небесные сущности? Это между Богом и между материальным творением Земли и Вселенной стоят вот эти вот сущности. Имманацией. И гностики говорят. Итак, я еще повторю. «Плерома» – это совокупность небесных духовных сущностей, эонов, или имманаций. То есть, «плерома» – это означает, вот я должен знать все. Вот когда я знаю все, что здесь происходит, тогда у меня «плерома». Иисуса Христа они представляют как один из эонов. Понимаете, да, меня? Например, вот это. Это Иисус Христос. «Один из множества ионов, или имманаций, который удостоился чести сойти сюда, на землю». Итак, Иисус Христос – один из ионов, посланный на землю, чтобы люди могли получить утраченное познание. Познание, которое было много, через вот эти имманации было утрачено, и Иисус был послан для того, чтобы люди смогли получить вновь утраченное знание. И это знание, так, утраченное знание, то есть гносис, и через это воссоединиться со всей плеромой. Итак, вот она основная картина гностиков. Основная картина гностиков, и они говорят «плерома, плерома, полнота». Значит, вы должны знать, что это все через имманации, это совокупность духовных сущностей. Мы видим это настолько сложная и непонятная картина. И апостол Павел, он очень умело может выводить свою речь, указывая и исправляя определенные вещи. Он великолепный оратор. Итак, плерома – это познание. Познание, Иисус пришел дать познание, то есть гносис и воссоединиться с плеромой. Итак, вот такая картина. Апостол Павел говорит в своем послании, и он говорит, знаете, ребята, 19 стих 1 главы, «Ибо благоугодно Богу Отцу, чтобы в Нем, то есть во Христе, была вся плерома». Вот так. Только в Нем полнота. Без Него нет ни начала, ни конца. Без Него нет ничего. И когда Иисус пришел на землю, и умер на кресте Голгоф и воскрес на третий день, и вознесся по правую руку Отца, тогда послал Бог Духа Святого в сердца наши, и для нас остала открыта тайна Бога, Отца и Христа. Какая тайна? Это Христос внутри нас. Что это означает? Вся полнота Бога внутри нас. И мы с вами должны что? Успокоиться, утешиться и познавать тайну Бога и Христа. Вы со мной? Здорово! Итак, для познания тайны Бога и Христа. Всякого богатства совершенного разумения. Разумение кого? Христа. Познание, гносис. Познание кого? Тайны Бога и Отца и Христа. Третий стих. В котором, то есть во Иисусе Христе, сокрыты все сокровища премудрости и видения. Итак, вот это слово, София, сокрыты во Христе, сокрыты все сокровища премудрости и видения. Видение гносис. Запишите у себя. Видение гносис. Во Христе все сокровища София, то есть вся премудрость в нем, и также ведение гносис. Давайте мы с вами откроем книгу притчей, девятую главу. Книга притчи, девятая глава. Мы прочтем некоторые вещи о том, кто такой есть Иисус. Итак, книга притчей. Так как Иисус говорит о себе, что все Писание говорит о нем, так и книга притчей также говорит о нем. Аминь. Итак, как представлен здесь Иисус? Иисус представлен здесь словом или личностью премудрость. Итак, премудрость. Не просто мудрость, а премудрость. Девятый стих. Премудрость построила себе дом. Вытесила семь столпов его. Очень хорошая проповедь есть у пастора Шалера. Что означает эти семь столпов? Мы не будем с вами углубляться и говорить, что это. Я как скажу, назову только несколько. Это план Бога. Это рождение сына Вифлееви. Это крест Голгофы. Это смерть Иисуса Христа. Это кровь, внесенная на небеса. Это воскресение Иисуса Христа. Вознесение Иисуса Христа. И пришествие Иисуса Христа. Аминь. Итак, премудрость построила себе дом. Вытесила семь столпов его. Эти семь столпов, завершенные работой Иисуса Христа, держат всю вселенную. Они держат, Иисус поддерживает все словом силы своей. Евреи 1 глава 3 стих. В то время, когда Он совершил искупление, Он поддерживал все словом силы своей. Второй стих. Премудрость заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских. Вы знаете, частенько мы видим в Писании, что все приготовлено. Стол накрыт. Аминь. И здесь сказано, что премудрость, то есть Христос послал слуг своих провозгласить с возвышенности городских. Эй, кто неразумен, обратись сюда. Иначе говоря, эй, глупышки, пошли. Пошли. Накрыто все. Пошли. Пошли в дом, который построила мудрость. Пошли. А? Чего? Куда? Пошли. Все, у которых открыта варежка, и которые не могут различать, где добро, где зло. Где духовное добро, и где плотское добро и зло. Пошли. Эй, кто неразумен, обратись сюда. Искуда умному она сказала, идите, ешьте хлеб мой, и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума. Итак, кто? Кто восклицает, говорит, идите сюда? Кто построил дом? А? Премудрость. Кто это? Это Христос. Христос построил дом. Аминь. Третья глава послания к евреям сказано, что Моисей, он только служитель в доме его. А Христос построил этот дом. Аллилуйя. А дом его есть мы. И дальше здесь говорится, тринадцатый стих. Женщина безрассудная, шумливая, глупая, ничего не знающая, садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогу, идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда. Итак, кто? Первое. Премудрость говорит, эй, кто глуп, иди сюда. У меня накрыт стол. Но еще есть другой голос. Какой голос? Безрассудная, шумливая, глупая и ничего не значащая. Тоже она кричит? Аминь. Она тоже кричит. И везде кричит. Она кричит по радио, она кричит по телевизору, она кричит через средства массовой информации, она кричит через социальные сети, да так кричит. Попробуй что-нибудь скажи вопреки этой, что? Безрассудной, шумливой, глупой, ничего не значащей женщине. Попробуй только скажи. И она тоже кричит и говорит, эй, кто глуп, иди сюда. Искуда умному сказала она, воды краденые, сладкие и утаенный хлеб приятен. Но он не знает, кто он человек, что мертвецы там, и что в глубине преисподней званные ею. Женщина кричит и говорит, идите сюда, глупцы, и я что? И я поведу вас куда? В преисподнюю. Там мертвецы. А есть премудрость, которая говорит, я построила дом, вытесала семь столпов, которые никогда не сокрушатся. Я приготовила для вас трапезу. Я пока приготовил для вас хлеб с небес и вино мною растворенное. Какое у нас причастие? Что мы принимали во время причастия вчера или позавчера? Вчера? Нет. Позавчера. Что? Сок, который символизирует вино. То есть оно и есть вино только без градусов. И также что? Хлеб. Аминь. Кто это говорит? Идите, познавайте Сунесис. Набирайтесь Софии. И потому что весь Гносис и вся плерома, она находится у меня. И у меня все сокровища. Если вы хотите быть богатыми, не идите к этой шумливой, ничего не знающей, безрассудной женщине. Потому что ноги ее растут из преисподней. Идите ко мне. И ешьте. И пейте. Потому что если вы скажете, что я мудр, то я вам скажу, эй, глупые, идите сюда. Вот когда вы сядете за мой стол, когда вы начнете познавать тайну Отца, Бога и Христа, когда это войдет в ваше сердце, и когда вы укоренитесь и укрепитесь, тогда вы станете, что по-настоящему мудрыми и находящимися в плероме. Давайте еще один стих запишем. 24-я глава, притча 24-я глава. Как у вас дела? Вы со мной? Аминь? Хорошо. Казанцам привет, Калининградцам привет, и Питерцам привет, и всем привет. Сегодня с канадцами разговариваю. Нам нравится, когда вы нас это самое. Аминь. Нам нравится, что вы с нами. Благослови нас Господь. Итак, 24-я глава, третий стих. Мудростью устрояется дом. Чей дом? Мой дом. Как устрояется? Мудростью. Мудростью устрояется дом и разумом утверждается. И с умением... Слушайте внимательно. Когда вы построили дом, что нужно? Я у Игоря был, у него очень красиво, он там сделал. С умением он там, это самое, все в определенном стиле, да? И я зашел, вау, как здорово. Почему? Потому что с умением это было сделано. С умением, это означает, что у него не полно хлама. Там какие-то бутылки пустые, не знаю, как это, мусор там, еще что-нибудь, пакеты из-под молока. Нет, это хлам. И здесь говорится, что мудростью, во-первых, устрояется дом, то есть строится разумом, он утверждается, и с умением внутренности его, то есть дома наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Аминь. Вы со мной? Господь говорит, хочешь наполню твой дом? Наполняй, Господи. Потому что, если я начну забивать свой дом, то там бардак будет. Там я натаскаю столько ненужных вещей туда. Как Шелухомс говорит, мой мозг как чердак. Всякий глупец забивает чердаком. Чердак всем, всем, чем попало. Но у меня на чердаке все, что мне нужно, и оно под рукой. Аминь. Интересная картина. И Господь говорит, я хочу наполнить ваш дом, то есть ваше сердце, ваш храм, вашу жизнь своими сокровищами. И я сделаю это с умением. Вы не сможете это сделать. Вы только откройте свое сердце, вы только услышите мой призыв, сядьте за мой стол, ешьте от моего вина, пейте от моего вина, ешьте от моего хлеба, и имейте общение со мною, и ваш дом будет наполняться чем? Драгоценным имуществом. И вы говорите, пастор, что-то я не знаю, мало чего-то. Аминь. Мы возрастаем своим возрастом. Правильно, да? Господь наполняет наши, как, например, вот это вот, что Господь взял и занес в наше сердце слово плерома через проповедь. Аминь. И мы уже, опа, у меня оказывается в моем доме, например, это моем дом, мой дом, да, картина здесь. И здесь на ней написано плерома. Я думаю, о, я знаю, что это такое. Христос. Итак, мой пол, мой дом наполняется премудростью, и она вносит, и вносит, и вносит, и вносит. И мне это очень нравится. Почему? Потому что Бог сотворил землю, и это мне нравится. Потому что мне нравится голубое небо. Потому что мне нравится зеленая листва. Я не просил Бога, Господи, как будешь творить? Я хочу, чтобы трава была зеленая, хочу, чтобы деревья были такие, хочу, чтобы слон был таким. Слон прикольный же, да? Да? А бегемот прикольный, да? Кто это сделал? Господь. Аминь. Обезьяна прикольная. Да? Вы знаете, у Господа такое чувство эмора. Вот бегемот, обезьяна. Господи, просто смотреть на Твое творение, вообще, это удивительно. Я очень люблю в зоопарк ходить. Самый лучший зоопарк, который мне понравился, это в Алмате. В Алмате инфра-пранкфурт на майне. В Алмате вообще прикольный. Обезьяны, медведи и так далее. Итак, мы съехали в сторону, возвращаемся обратно. Послание к колоссям. Третий стих. В котором, то есть во Христе, сокрыты все сокровища. В ком сокрыты? Во Христе. Кто наполняет ваш дом? Христос. Кому вы... Давайте еще немного скажем. Кому вы доверите наполнить вас? Я имею в виду, вы построили дом, и вы ищете кого этого? Как он называется? Дизайнера. И дизайнер приходит. Здесь мы это повесим. А здесь мы перегородки поставим. Вау, круто. Хороший дизайнер, правильно, да? Кому мы с вами доверим заполнять наш дом с всяким драгоценным имуществом? Ответ или один, или этой безмозглой, то есть шумной, ничего не знающей женщине, она заполнит его. Только дай волю, она заполнит его. Или что? Или при мудрости. Как это? Садись. Кто вглубь, иди сюда. Садись за парту. Обучайся. Садись в церковь. Обучайся. Возрастай. Что-нибудь нужно сделать, сиди. Аминь. А вот когда у тебя появится сокровище в твоем сердце, тогда что я, Господь говорит, я возьму и стану являть твои сокровища через тебя и других людей. Здорово. Потому что если нет сокровищ, сокровища, то являет нечего являть. Нужно сначала позволить мудрости, чтобы она наполнила, хотел сказать, наполнила сокровищами нашей жизни, наше сердце. Итак, в нем, в Иисусе Христе, сокрыты все сокровища премудрости и видения. Это, говорю я, для того, чтобы кто-нибудь не прелестил вас вкратчивыми словами. Аминь. Женщина, она может кричать безрассудно и ничего не знающего, но также она может что? Говорить вкратчивые слова. Гностики пришли в церковь, и они начали говорить что? Вкратчивые слова. Ой, какое интересно. О, это там демиурги там всякие, это там иноны какие-то, там имманации, как это все интересно. И человек начинает развешивать уши. Аминь. Но апостол Павел, как тот, который печется о стадии, он сразу, он говорит, я не присутствую у вас телом, но духом я присутствую у вас. И поэтому что? И поэтому я за вас. Я стою горой за вас. Я пишу послание вам. И в этом послании я вам говорю, чтобы, это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не примстил вас вкратчивыми словами. Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами. Аминь. Хотя я отсутствую телом, отсутствовал телом и был в Калининграде, но духом я находился с вами. Пастор Шайлер отсутствует телом, он в Балтиморе, но духом он находится с вами. С нами. Аминь. Пастор Владислав в Питере, но духом он находится с нами. И он молится, и он говорит, как дела, я хочу слышать, что происходит у вас там, какие ученики, кто возрастает, кто приходит. Я хочу находиться духом у вас. Почему? Потому что я люблю вас, и мое сердце с вами. Аминь. И здесь мы видим с вами, хотя я отсутствую, духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство. Слово благоустройство это ровное хождение. Знаете, такое благоустроенное, да, квартира, благоустроенное. И благоустройство, и твердость, твердость веры вашей, кого? Во Христа. Что? Твердость. Ой ты, гностики пришли, пошли, послушаем. Кто пришел? О чем они говорят? Превозносят ли они Христа? Во Христе ли у них вся мудрость? Христос, и полнота, и все во всем. Нет, они говорят о чем-то другом. Давайте мы с вами откроем послание. Третье, нет, второе послание Иоанна. У Иоанна три послания. Так, второе открываем. Там всего одна глава. И здесь говорится, девятый стих. Второе, соборное послание апостола Иоанна. Девятый стих. Всякий, приступающий учения Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Вы со мной? Хорошо сказано? Круто сказано? Жестко сказано? Да? Всякий, приступающий учения Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, какого? Христово учения. Того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его. Что? Кто приходит к вам в дом и начинает учить вас, что плерома, оказывается, это в эманациях, в совокупности духовных организмов, та-да-да-да-да-да. Мы говорим, что? Мы что говорим? Это не имеет отношения к гостеприимству. Вы со мной? Это имеет отношение к развлечению. И колосяне такие. Ой, давай послушаем. Что нужно было? Ты кто такой? Как Адам в Едемском саду? Ему нужно было что? Ну это сослагательное наклонение, да? Подойти и ты что со мной, с моей женой разговариваешь? О чем ты с моей женой разговариваешь? Ты? Ладно. Да, ты, змеюка, о чем ты с моей женой разговариваешь? Дорогая, ну-ка, иди сюда. Аминь. А она тогда, ой, слушай, что-то у меня голову здесь заморочило. Да? Да, заморочил. Чем? Адам не доглядел, понимаешь? Нужно было сказать этому змею, о чем говоришь, на чем стоишь, чем дышишь, какие доктрины у тебя есть. И сразу же он вывел бы его куда? На чистую воду. А когда ложь выводится на чистую воду, она не имеет никакой силы. И поэтому что? И из Эдемского сада. Но так не произошло. Но мы с вами не должны наступать два раза на или три. Хотя мы наступаем. Почему? Потому что дьявол сделал свое дело. И в нас живет веткая греховная природа. Но новый человек возрастает со дня наден. Итак, давайте мы дальше прочтем. Видя твердость веры вашей. Шестой стих. Поэтому как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Аминь. Вот как вы приняли Христа Иисуса. Андрей, как вот ты принял Христа Иисуса? А? Ну как? Всем сердца. Всем сердца? Так и ходи в Нем. Аминь. Аминь. Девухимmers, как вот ты принял Христа Иисуса? Вот как принял. А? Что это было? Скажи, что я принял. Как принял? Весам, как принял? Раз и навсегда. Как принял? Давайте. Как я принял Христа? Это сочинение. Как я принял Христа Иисуса? Как вы приняли Христа Иисуса? А как я принял? Я принял Его, как Бога, ставшего человеком. Аминь. Я принял Его, как Бога, который стал человеком. Так и ходи в этом. Просто. Еще как просто. Дальше. Как я принял Христа Иисуса? Как Бога, который умер на кресте и воскрес на третий день. Аминь. Я принял Его так. И Павел говорит, так и ходи в этом. Аминь. У нас Пасха скоро. Мы так и ходим в этом. И люди могут сказать, да мы все об одном и том же. Аминь. Мы все об одном и том же. И у нас все просто. Да? Как в римских войнах случил. Итак, как мы приняли Христа Иисуса? По благодати через веру. Аминь. Так и ходите в благодати и поверь. Как мы приняли Христа Иисуса? В радости спасения и в первой любви. Аминь. Так и ходите в радости спасения и в первой любви. Не заморачивайтесь с этими вещами. Ходите во Христе Иисусе. Потому что в Нем все, что нужно для вас. Как вы приняли Христа Иисуса? Мы приняли Иисуса Христа, что Он обещал нам вечное спасение и верность Бога. И Павел говорит, так и ходите в Нем. Так и доверяйте Ему. Так и верьте в Его, в вашу вечную защищенность. Он держит вас на своей правой руке. Как мы приняли Христа Иисуса? И можем сказать, Господи, мы приняли Тебя, мы ничего не могли сделать, но Ты сделай все. Как мы приняли, Он все совершит. Так и ходите в этом, что Он все совершит. Аминь. Класс. Просто. И ходите в Нем. Как вы приняли Иисуса Христа, так и ходите в Нем. Аминь. Перерыв. Так и ходите в Нем.